Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щейковская Екатерина. Совсем-совсем скоро начинается школьная пора. И, естественно, школьная пора у нас ассоциируется со школьной формой. Сегодня я решила вам показать рисунок такого, ну, в чем-то классического школьного девчачьего платья с фарточком поверх. И для этого взяла шаблончик 8-12 лет. А, это детский шаблон. Они у нас тоже есть в наличии, вы можете их скачать по ссылочке под этим видео. Буду я рисовать только с лица. Давайте я сейчас уберу. Название шаблона Alex 8-12 лет. Соответственно, вот такие пропорции свойственны деткам приблизительно в возрасте с 8 до 12 лет. Но нужно понимать, что не все дети растут там абсолютно равномерно. Кто-то такой уже в 7 лет, кто-то и в 12 уже имеет практически взрослые параметры. То есть, ну, это усредненный. Но он немножечко измененный в плане того, что голова здесь чуть-чуть больше, чем у взрослого человека. Когда еще не сформировались такие яркие гендерные признаки, там у мальчиков и девочек они еще не так ярко видны. Там грудь, талия у девушек еще не сформировалась. Поэтому вот такая универсальная штучка. Так, мы его с вами блокируем. Создаем новый слой. Берем перышко. И сегодня будем рисовать красоту. Так, один пол без пунктира. Приближаю. В принципе, тут будет все то же самое. По принципу рисунка берем, рисуем половинку. Начну я с внутреннего платья. Простого кроя. Будет черное платье простого кроя. Ну вот хочется такой какой-то прям классики. Слегка давайте мы его сделаем отрезное по линии талии. Сразу сейчас поправлю тут все. Не прям классику рисую, но по мотивам. Чтобы не было потом много гневных возгласов. Нет, у нас не такое было. Да, вариантов очень много. Я просто предлагаю свой небольшой вариант на заданную тему. Не более того, да? Легкая волна. И вот самый провокационный вопрос, который я думала, какой же сделать рукавчик. Ну вот из того, что мне понравилось. Средний рукавчик. Коротенький. Можно сделать и длинный. Это все меняется. Это вариативно. Лишь мой вариант. Мое прочтение. Выбираем все вместе. Инструмент зеркальное отражение. Ставим точку на центральной оси. Зажимаем кнопочку shift. Чтобы она у нас получилась угол в 90 градусов. Alt. Пускаем кнопку мышки. Потом кнопки на клавиатуре. Вот такая штучка у нас красивая получилась. Инструмент обработка контуров у меня уже открыт. Но так вы сможете найти окно обработка контуров. Объединяем. И объединяем. Когда вот так вот объединилось. Что это значит? Это значит, что не полностью пересеклись объекты. И получилась лишняя точка. Мы ее просто убираем. И продолжаем наслаждаться дальше. Вот такая штучка у меня получилась. Как видите, она пропорциональна на детской фигурке. Не стала я ее сильно удлинять. Но вот длиной по колену. Можно сделать ее покороче. Можно ее сделать подлиннее. В зависимости от ваших требований. На мой взгляд, для школьной формы такая длина по колену не мешает. Ну и не какая-то там супер-провокационная. То есть нормальная, спокойная, классическая длина. Возможно, я не права. Если вы считаете иначе, напишите мне в комментариях. Буду рада это обсудить. Ни в коем случае не считаю себя суперэкспертом по детской школьной форме. Я никогда не ходила в школьной форме сама. Поэтому могу многого не знать. Никогда ее не разрабатывала на профессиональном уровне. Так что... Так. Накладной воротничок. Должен же быть белый накладной воротничок. Куда же без него. Делаем белый накладной воротничок. Без стоечки, без ничего. Просто вот он будет такой красивый и замечательный. Оп. Раззеркалили. Кругленький. Может быть овальненький. Может быть с кружевами. На ваш взгляд. Это первый слой, который мы с вами нарисовали. Теперь, что я сделаю? Я его заблокирую. И создам новый слой. Потому что на нашем платье будет полупрозрачный белый фартук. Платье будет либо черное, либо темно-коричневое. И будет на нем торжественный белый фартук. Рисовать я тоже буду половинку. Но далее у нас будет поясочек. Я все заблокировала. И теперь нижний слой я не могу тронуть. То есть я рисую поверх. Но все, что у меня под ним, не будет трогаться. Мой такой совет. Лучше рисовать другим цветом. Вы будете лучше видеть, что у вас происходит. Это очень-очень удобно. Так. Вот так. И теперь красота. У меня будет два слоя. Такой полупрозрачной ткани. Ну, здорово, красиво. Решила побаловаться. Уж извините меня. Решила немножко побаловаться. И вам тоже побаловать. Так. И здесь нам нужно будет сейчас нарисовать всякие разные складочки. То, что будет красотой. Когда ткань полупрозрачная, на тех местах, где она в несколько слоев, она будет у нас иметь более темный оттенок. Ну, то есть более насыщенный такой цвет. Поэтому здесь все делаем. Так. Здесь у меня тоже будет еще одна красота в два слоя. Такой рюш-не рюш, но такой вот валан. Красивый. Да, нельзя. Если я здесь поправлю. Когда соберем в цвете, будет очень здорово. Сейчас может быть немножечко непонятно. Но вы все увидите. Если не терпится, перемотайте, посмотрите, что в конечном счете получится. Я все-таки показываю больше процесс. А уже все остальное можно... Чем плюс с YouTube. Во-первых, вы можете меня ускорить, потому что я рисую в реальном времени. И, пожалуйста, ускоряйте. Если вам очень медленно все, что я рассказываю, вы не хотите этого слушать. Вот. И можете перемотать назад, посмотреть там результаты и так далее. Если что-то заинтересовало, пересмотреть какой-то фрагмент, который я показывала. Это очень ценно в плане времени и всего остального. Вот. Теперь я создаю еще один слой. Этот заблокируем. И нарисую еще один слой. Давайте уже зеленым. Почему я создаю много слоев? Мне так комфортнее работать. То есть, чтобы у меня ничего не перекликалось. То есть, я понимаю, что оно у меня все сепарировано. Ни в коем случае друг на друга не налезает. Вот. Видите, он пошел сверху просто этот слой. И здесь вот уже вот так отделываю. Это будут дополнительные такие слои, которые будут создавать игру. Света теней. И это я пока только половинку рисую. Да, это один слой. И здесь будет еще второй слой. Юбочки. Такой вот красивый фарточек. Первый сентября. Очень такой школьный. Мне вот кажется, что если бы я была ребенком, мне бы это не понравилось. Но если бы я сейчас, как взрослый человек, смотрела бы на то, что у меня был такой фарточек, я бы оценила. Ну, это такая вот преемственность поколений, да. То, что когда ты сам на тебя это одеваю, то уже, ну, блин. А когда это, ну, как бы уже так вот со взрослого состояния, ну, блин. Ну, так здорово. Школьная форма. Здесь вот так сделали все. Такие фотографии красивые. Я такая в первом классе с бантиками. Не обязательно же первый класс, может быть, и не первый. Все равно. Вот эти вот ощущения. Это бесценно. Вот, смотрите. У меня все получилось. Теперь давайте мы сделаем зеркальное отражение. Сделаю по отдельным слоям. У меня вот есть линия центра. Здесь вот оно, смотрите. Часть, которая самая верхняя. Самый верхний слой. Его блокируем. Теперь средний слой выбираем. Вот так. Теперь я что сделаю? Я сначала вам покажу, как это все покрасить в цвете. А потом уже этот эскиз доведу до черно-белого хорошего состояния. Чтобы было просто больше и лучше понимания. Разблокирую все слои. Это мы не выбираем. Сдвигаю в сторону, чтобы у меня стояло две девочки рядом. Теперь блокирую все слои, кроме того, на котором у меня есть платьица. И смотрите, я могу, вот в чем плюс, могу работать кусочками. Это платье я покрасила. Воротничок у меня есть. Я хочу, чтобы он был белый. Можно его там сделать с кружевом, но я хочу, чтобы он был белым. На черном у нас не видно цвета контура. Поэтому цвет контура я делаю у всего этого слоя серым. Здесь у меня есть еще заливочка, она тоже будет черная. Тогда заливку надо сделать черную. Вот так. Это у меня первый слой. Притом можно сделать не черную, а сероватую, чтобы она немножко назад нападала. Второй слой. Этот слой мы блокируем. Открываем второй слой. Он у меня будет... Во-первых, нужно его слить. Смотрите. Вот эти две части должны стать единым поясочком. Мы их сливаем. Вот эти две части тоже должны стать едиными. Тоже мы их сливаем, лишние точки корректируем. И можем еще очень гармонично сюда дополнить дополнительную какую-то часть, которая будет давать некоторую такую асимметрию. Потому что у нас же не жесткие складки лежат. Вот эту всю красоту мы выбираем и заливаем ее белым цветом. Теперь включаем волшебство. Цвет контура убираем и делаем непрозрачность. Непрозрачность делаем, скажем, 20%. Вот эти части будут у нас плотные. Соответственно, они будут стопроцентные. Видите, вот он встал. Здесь его не видно, поэтому нам нужен цвет контура легкий, чтобы он обозначался. Вот те складочки, которые я делала, вот они у нас встали. Этот слой закрываем. Открываем новый слой. Опять все вместе выбираем. Говорим, что цвет заливки нам не нужен. Цвет контура, цвет заливки белый. И опять даем ему прозрачность. 20. Смотрите, слой на слой лег. И получилась такая вот штучка. Может быть, нужно поправить на 30. Мы сейчас посмотрим. Может быть, даже поярче будет, поинтереснее. И нижний слой тоже поправить на 30. Видите, за счет того, что на разных слоях это очень удобно делать. Я могу работать с каждой частью, соответственно, моего изображения, ни в коем случае его не травмируя. Вот эту часть, я думаю, что даже не надо делать стопроцентным. Надо ее просто поплотнее. И у этой части тоже цвет заливки. У верхней цвет контура тоже обозначить черненьким. Сейчас слить надо между собой. Потому что они у нас не слиты. Видите, получилось такое наслаивание. Вот такая вот очень красивая штучка. Теперь вы можете ее, например, фартук, слить все весь вместе. То, что фартук будет, это единый слой. Вот видите, он отдельно встал. А платье это другой слой. Тоже его сгруппировать. И потом уже сгруппировать весь эскиз целиком. И то, и другое. Сгруппировалось не то, что надо. Так, это мы сгруппировали. И теперь мы это блокируем. Группируем только платье. Да, вот так. А теперь группируем все вместе. Вот такая штучка у меня получилась. Соответственно, это два изделия. Обещала показать, как здесь будем дорабатывать. Здесь нужно это все. Тоже оно, видите, осталось разбивкой по слоям пока еще. Что нужно сделать? Вот он первый слой. Для того, чтобы мы все-таки что-то видели, придется все равно применить цвет. Ну, например, белый, да? Сверху у нас будет первый слой. Давайте сейчас сольем. Просто покажу, как черно-белый будет эскиз смотреться. Это тоже важно. Как вообще с этим работать? Так. Помните, у нас тут была еще дополнительная штучка дорисовывали? Вот. Ну, это не так принципиально. Это просто складочка. Все равно ее нужно обозначить. Вот. Теперь вот то, что у нас является складками, мы это все с вами выбираем. Почему я сначала красила в цвете? Чтобы вы увидели результат. А теперь мы будем этого результата добиваться немножечко по-другому. Вот. Убираем цвет заливки. Цвет контура. Добавляем цвет заливки черный. И делаем непрозрачность. Сейчас 5 попробуем. Да, 5%. Соответственно, цвет контура у всего оставшегося мы делаем черным. Вот, у этого всего цвет контура черный. И поверху, ну, еще я бы синюшку, конечно, наверное, процентов чуть побольше дала на тени. Давайте сделаем десяточку. Один. Ну, хорошо, будет один слой. Так. И еще один слой. Самый верхний. То же самое тут у нас с вами происходит. Сливаем две половинки. Можно там пошаманить, если это требуется. Выбираем все, что у нас в тени. Даем заливку в 11%. Так. И здесь такая же история. Контур убираем. Заливка. И 11%. Так. И цвет контура тоже делаем черным. Вот так. Вот, посмотрите, у нас получилось два эскиза. Черно-белый и цветной. На мой взгляд, в данном конкретном случае, цветной эскиз намного более наглядно показывает. И вполне возможно, можно его попробовать. Вот этот эскиз. Перетащить даже на серый фон. Посмотрите, как он начинает по-другому играть. То есть, на белом фоне одно, а на сером. То есть, именно в данном конкретном случае, можно просто дать подложку. Сейчас мы скопируем вот эту все красоту. И дадим подложку. Просто, чтобы вам показать, почему иногда это актуально. Так. Берете. Делаете подложку. Да. Момент. Подложку можно создать на дополнительном слое. Но этот слой должен находиться в самом-самом низу. Иначе у вас будет чехарда. Вот так. Раз. И создаете цвет. Можно даже отдельно цвет нашего с вами шаблона. Одного шаблона поменять, например, на белый. Чтобы его лучше было видно на сером, который я задала. Вот так. Вот. И уже так демонстрирую. Ну, видите, да, разницу на белом и на сером. Как это смотрится. Вот такая школьная форма с историческим оттенком у нас получилась. Напишите, как вам, как вы вообще относитесь к школьной форме, с чем у вас ассоциируется 1 сентября. А на этом все. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на мой канал. И поставить уведомление колокольчик, чтобы получать информацию о новых видео. Они выходят регулярно, и каждый вторник мы с вами рисуем и скидываем. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.